Курортный сезон 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 Небольшая накладка у нас идет по подготовке дорог, но это больше связано с недобросовестным подрядчиком, который у нас вышел. Мы с ним прорабатываем дальнейшую работу, но на самом деле сложная ситуация. Надеемся, что в ближайшие 2-3 дня начнутся такие серьезные работы по асфальтированию, которые закончатся в течение трех дней. Прежде чем мы продолжим наш разговор, предлагаю вам и нашим телезрителям посмотреть репортаж о подготовке к летнему сезону, которое было подготовлено накануне. 1 июня – старт летнего сезона. В поселке Новомехазовском подготовка к нему еще в самом разгаре. Из-за плохой погоды к определенным видам работ по благоустройству приступить не получалось, но большая часть прибрежной зоны уже готова к приему отдыхающих. На сегодня ведутся и в большей степени выполнены работы по благоустройству морской набережной, речной набережной. В большинстве случаев укладка тротуарной плитки по тротуарам на улице Морской завершены. Отдельные участки водопроводных сетей, которые очень необходимы была замена, к началу курортного сезона выполнены. Сегодня выполнено уличное освещение набережной реки Нечипсуха вдоль улицы Морской. Практически эти работы завершены. Но остался еще небольшой объем работ также все-таки по дорогам. Вдоль улицы Морской дорогу, ведущую к пляжу, заасфальтируют. Рабочие уже приступили к ямочному ремонту. У Новомихайловского хороший курортный потенциал. Он пользуется у туристов большой популярностью. Поселок любит за удобные большие пляжи, открытое и чистое море. Уважаемые отдыхающие, прослушайте небольшую информацию о правилах поведения на воде и пляже. Не заплывать за желтые буи, зону купания, берег, желтые буи. Одна из важных составляющих любого отдыха – это безопасность. Для этого на пляже установлены специальные смотровые вышки, работает спасательный пункт. В смене у нас, как правило, шесть человек. Сейчас начнутся каникулы, дают нам школьников. У них как юный друг спасателям, ну будем так называть. И они приходят, мы их обучаем, пользуются спас-средствами, спасение на воде. Ну вообще вот это мы искусству, ремеслу. Технике у нас сейчас задействована лодка спасательная, ну и гидроциклы. Еще один важный критерий при выборе места отдыха – комфорт. Для этого сделано многое. Торговые точки больше не отвлекают все внимание. Их привели к общему архитектурному стилю. Ларьки выполнены в одной цветовой палитре и находятся вдали от пляжа. Администрацией поселения проведена большая работа по ликвидации незаконных торговых построек. В течение всего летнего периода будут проходить рейдовые проверки. Сейчас пляжная территория уже практически готова. Новомихайловский пляж на сегодняшний день готов принять гостей уже на 90%. Ведутся работы, сейчас заканчивается установка навесов солнечных. В принципе уже готовность полная. Поменена плитка на набережной в этом году полностью. На пляже пока немноголюдно, но скоро сотни туристов выберутся к морю. Даже сейчас, когда вода еще прохладная, в Новомихайловском уже есть гости из разных городов России. Вот мы приехали на три месяца сюда отдыхать со своей семьей. Очень замечательно и хорошо. Все, что нужно, вся развитая инфраструктура здесь есть. Можно отдыхать, мне нравится. Готов Новомихайловский пляж принимать туристов? Да, думаю, пока нет. Почему? Все закрыто. Это единственная причина? Ну да, и море холодное. Очень красиво здесь. Зелени очень много. Ну, мне кажется, здесь может все есть для отдыхающих. Может, пока еще не сезон, наверное. Ну, а пока людей мало, вот скоро, наверное, будет сезон, уже людей здесь будет много. Ну, мы здесь до июля, так что посмотрим, как здесь будет. Надеюсь, приедем черненькие домой. Туапсинский район ежегодно в летний сезон принимает миллионы отдыхающих. Так, в прошлом году муниципалитет принял полтора миллиона людей. 30% из этого числа отдохнули в Новомихайловском. В этом году ожидается не меньшее количество гостей. Для них побережье приобретет новый вид уже в течение недели. Вместе с высокими стандартами и новым обликом поднимется верх и привлекательность поселения, как курорта. Александра Давыдова, Дмитрий Гришин, Денис Гилев, Аркадий Коваленко, телеканал Орленок ТВ. Как мы с вами увидели, курорт пользуется спросом не только у гостей из России, но и из стран ближнего зарубежья. А в прошлом году Туапсинский район, как было отмечено в репортаже, принял полтора миллиона туристов. И 30% из этого числа отдохнуло в Новомихайловском. Расскажите, пожалуйста, как удается привлекать такое количество отдыхающих именно сюда, в Новомихайловское городское поселение? Ну, я считаю, что пути привлечения у нас у всех одинаковые по побережью. Это хорошие благоустроенные гостиницы, порядок, чистота, хорошие благоустроенные пляжи, закрытые бухты. Думаю, это основа отдыха в нашем море. А какая работа велась по улучшению сервиса к этому сезону? И как организован будет досуг для отдыхающих? Может быть, что-то интересное запланировано? Ну, кардинально переработано в части очищения набережной от лишних торговых точек карта размещения торговых точек по побережью. То есть в сторону уменьшения их количества и освобождения территории для того, чтобы люди могли совершать обычные пешие прогулки, чтобы не было загромождения. Ну, это вот ключевой момент. И, как уже было сказано, это приведение наших торговых точек к единому архитектурному публику. То есть, чтобы не было, так скажем, Шанхая, теперь у нас все одинаково будет. Вернемся опять к репортажу. В материале была озвучена информация о ремонте дороги, которая ведет к морю. Работу начали на прошлой неделе. Скажите, пожалуйста, когда эти работы завершатся, когда отремонтируют эту дорогу? По нашим заключенным контрактам они должны быть закончены уже к понедельнику, к следующему понедельнику. Включают эти работы полное асфальтирование улицы Морской. Работы будут выполняться в ночной период, чтобы не мешать отдыхающим, как мы уже говорили. И по улице Садовой ямочный ремонт. Вторая группа – это работы по Ольгинке. Тоже они должны быть закончены в ближайшее время. У Товсинского района в этом году появился свой фирменный бренд. И сейчас продолжается работа над внешним видом с учетом единых требований. То есть это снос как раз такими санкционированных торговых точек, это обустройство прибережной полосы и так далее. Сейчас что сделано в Новомихайловском для вот этого единого бренда? Ну, как я уже сказал, это в рамках подготовки к сезону. Значит, комиссионно были обследованы все торговые точки, подходы к пляжным территориям. Были намечены определенные мероприятия, направленные в основном на техническую часть. То есть эти точки закрывались новыми видами материалов. Менялась плитка на территории, которая позволяла подходить комфортно к пляжу. Производилась высадка зеленых насаждений, деревьев, примерно вот так. Что опять же касается самовольных торговых точек и комиссий. В прошлом году они были регулярно. Как в этом году будут они проходить? Как часто и кто будет входить в эти комиссии? Значит, совместно, эта работа ведется совместно с администрацией Туапсинского района. Разработан график обходов. Плюс, скажем так, все сотрудники нашей администрации включены в график обходов. Если вы зайдете в нашу приемную, вы увидите на стене этот график. То есть абсолютно все, включая бухгалтерию, экономику, все включены в график обходов. Каждый день выходит комиссия, которая выписывает предписание. Предписание за несанкционированную торговлю. То есть, грубо говоря, сначала делается людям замечание. И уже после того, как явно человек не устраняет, не идет навстречу, уже выписывается протокол и штраф. То есть мы идем таким путем. У нас нет задачи людей запугать, а именно заставить людей выполнять свои обязанности. Человек для отдыха выбирает в первую очередь комфортное место. И комфорт связан в том числе с чистотой на улицах, дворах и, конечно, на набережной территории. Из опыта прошлых лет мы знаем, что в летний период возникает определенная проблема с вылазом мусора. В том числе из-за того, что поток туристов постоянно растет и с каждым месяцем туристов все больше. И как в этом году будет решаться эта проблема? Есть ли спецтехника и удалось ли систематизировать работу по уборке мусора в поселении? Да, со спецтехникой у нас в принципе все хорошо. По количеству машин соответствует нашим потребностям. Значит, даже присутствует резервная техника в случае выхода, чтобы можно было быстро заменить. Новый график работы техники вводится с завтрашнего дня. То есть техника будет выходить ориентировочно с 6 утра. До этого она выходила с 8 утра, потому что в это время к 8-9 часам уже фактически мусоровоз не сможет проехать на улицу Морскую. Непосредственно сейчас по курортным улицам и в Михайловке и Вольгенке рассматривается вариант включения в работу эвакуаторов. К сожалению, это единственный вариант освободить улицы от брошенных машин. Машин, как и отдыхающих, которые несанкционированно приезжают, бросают машины в неположенных местах. И это затрудняет вывоз мусора в утренний период. Это немаловажно на самом деле. Изменена работа дворников. То есть у нас прибрежная территория убирается 2 раза в сутки. Прометаются дорожки, убирается брошенный мусор. То есть эта работа ведется на постоянной основе. Плюс работа санитарных комиссий. Каждый день, изо дня в день будет ходить санитарная комиссия, которая будет выписывать предписания, протоколы и так далее. Возвращаясь к эвакуаторам, можно немножечко уточнить, куда будут эвакуировать автомобили? Сейчас пока этот вопрос решается. Но, скорее всего, на территории поселения будет утверждена площадка, которая будет соответствовать тем требованиям, которые есть в этой области. Хорошо. То есть именно здесь, на территории Новомихайловска? Да, на территории Новомихайловска. Хорошо. Что касается отдаленных улиц и переулков, таких как Остров, улица Колхозная, там проблема с вывозом возникает наиболее часто, особенно в сезон, как будет построена работа. Мы услышали замечания наших жителей. Безусловно, мы сейчас откорректируем график, чтобы не допускать в дальнейшем каких-то сбоев. Возможно, да, сбои были. Только можно извиниться за это. Соответственно, будем вносить изменения. И что касается загрязнения моря в летний период, приобретено ли новое очистное оборудование, которое должны были установить еще в ноябре? По новому оборудованию, значит, можно сказать, что у нас на несколько миллионов рублей выполнены работы по замене автоматики на старых КНС. Она была проведена в связи с тем, что в прошлом году у нас были аварии, это по Ольгинке. Сейчас вся система автоматики заменена. То есть перекачка сточных вод выполняется в автоматическом режиме. Что касается работы экспериментальных блоков, о котором было озвучено, блок продолжает работать. Специалисты из города Самары продолжают пытаться наладить эту работу. Но в настоящее время характеристики стоков после этого реактора, так назовем этот объект, не позволяют выполнять его сброс в глубоководный выпуск. То есть они продолжают эту работу. Возможно, объект сам будет заменен. Но пока результаты вот такие. Работаем. Продолжим коммунальную тему, тему коммунальных услуг. Местные жители жалуются на то, что в летние месяцы возникают проблемы с подачей воды холодной и горячей, проблемы с электроснабжением, проблемы с газом. Об этом мы узнали и запросы, которые провели накануне. Я предлагаю сейчас посмотреть и послушать вопросы жителей. В общем, все нравится. Единственное, что сегодня отключили воду. Воды нет. А так, не первый раз здесь все хорошо. Спокойно, отлично. Кормят изумительно. Спасибо большое. Ну, все, например, нет воды, таких предупредили за три дня. Мы уже второй день сидим без света, без воды и без газа. Газа нет, привозную. Вот наши вопросы. Со вчерашнего обеда и сказали, что до трех часов воды не будет. Вот так. Так что ни колонок, ничего ж нет у нас в запасе. А какой адрес? А? Адрес. Молодежно один, вон. Молодежно два, весь поселок. Будет самостовая 12, а второй день нет воды. И ни причин, ничего? Не знаю, никакие причины. Управляющая компания не говорит ничего на эту тему. А есть ли какие-то вопросы к администрации, может быть, какие-то проблемы? Пока нет. Все устраивает? Пока да. Как мы видим, у нас адресные проблемы именно с подачей воды. В основном это улица Молодежная, улица Мостовая. С чем это связано и что с этим? На самом деле проблемы были не только по этим улицам. Фактически поселок разово остался без воды. Связано это не с плановыми работами, о которых можно предупредить заранее или спланировать. Это связано с тяжелой аварией, которая произошла у нас на водозаборе. Ну, если коротко, это попадание животного на высоковольтную часть трансформаторной подстанции. Произошло мощное короткое замыкание. Выбило, соответственно, автоматику не только на данной трансформаторной подстанции, но и на всех трансформаторных подстанциях по целый ряд на одном фидере, которые висели. То, что касается электроснабжения, его восстановили достаточно быстро, бригады туапсинские ремонтные. А вот касательно водозабора, там появились сложности. То есть мы рассчитывали на включение ближайшие 3-4 часа после выполнения ремонтных работ. Соответственно, повторная авария у нас произошла, выгорел трансформатор полностью. Его оперативно поменяли. То есть в пределах самой аварии, я считаю, что работа была выполнена достаточно быстро и профессионально. Что такое замена трансформатора, это достаточно серьезные работы. А что касается света и газа? Свет, я объяснил, это было связано одно с другим. То есть это именно авария на высоковольтной части. А то, что еще было озвучено перебои с газом, да, они присутствуют. Но, как уже мы всегда говорим, у нас есть альтернатива. То есть перебои с газом, да, есть, но при этом мы имеем возможность практически все наши многоквартирные дома подключить к природному газу. Но здесь инициатива должна уже исходить от собственников квартир в многоквартирных домах. Только так. Чтобы предотвратить вот такие вот моменты с перебоями, разработан ли сводный план у Михайловского городского поселения по обеспечению? Да, мы его сейчас немножко откорректируем. На самом деле авария не вызвала полного отключения водозаборов. Две скважины у нас оставались в работе и воды не было на верхних этажах. Ну, скажем, вот нашей администрации на первом этаже вода была, а уже второй, третий этаж, там, да, были перебои на третьем. Вот, но две скважины оставались в работе, они работали на дизеле. Сейчас мы проводим ревизию нашего имущества и в следующее, допустим, не дай бог, конечно, если такое произойдет, мы уже будем переключать остальные скважины на оставшиеся два дизеля. Такое оборудование у нас есть. Единственное, что оно было задействовано под единый государственный экзамен и потребовало определенного времени на перебазирование. Идем дальше. В Тупсинском районе продолжается подключение к природному газу. И первыми вошли в новую эру голубого топлива в конце мая жители первого микрорайона села Ольгинки, дом номер два. Это первый в селе дом, который с сжиженного газа перешел на природный. Как удалось этого добиться и есть ли дальнейшие перспективы по подключению природного газа? Ну, на самом деле, немножко не так. Еще ранее были подключены два многоквартирных дома в селе Ольгинка, это у нас за речкой. Не в полном объеме на самом деле их подключили, потому что особенностью подключения и безопасной работы системы газоснабжения является наличие всех собственников квартир на том подъезде, который подключается к газу. Если семья проживает в Москве, например, имея квартиру здесь, это уже вызывает определенные сложности. Также недавно, месяц назад, скажем там, около месяца дом номер два в первом микрорайоне села Ольгинка был подключен. Это уже завершающая стадия. На самом деле, собственники жилья шли очень долго подключение. Фактически, подключение шло около двух лет. От начала работы и до завершения. И связано это было с тем, что дом имеет около ста квартир. Собственники у нас могут также иметь квартиры, но не проживать у них. Другие люди, допустим, не имеют средств на выполнение работ. И все это в целом задерживает вот всего дома. То есть, есть такое высказывание, что все мы являемся заложниками многоквартирного дома. То есть, пока все жители не выполнят определенные требования, подача газа невозможна. То есть, к сожалению, это только так. Администрация помогала. То есть, там, где люди действительно не имели средств выполнить эти работы, комиссия, которая у нас работает, рассматривала возможность проведения выплат. Эти выплаты были и не раз, и не два. Именно по этому дому люди получили деньги, сумели, скажем, вложить их в газоснабжение, и квартиры были газифицированы. Сейчас в полном объеме эти работы выполнены. Теперь завершено подключение по Михайловке у нас, одного из многоквартирных домов во втором микрорайоне 13-го. Следующий на подходе 8-й, 11-й, ну скажем, 15-й. И дома по улице Ленина. Там уже ведется работа управляющей компанией «Доверие», которая занимается подключением многоквартирных домов. 2017 год объявлен Годом экологии, и свыше 13 тысяч человек Туапсинского района стали активными участниками всероссийской экологической акции «Зеленая весна». Она проводилась по инициативе фонда имени Вернацкого. Во всех поселениях в преддверии летнего сезона прошли масштабные экологические субботники. И хотелось бы спросить, какие мероприятия проведены в рамках этой акции в Новомихайловском? И привлекалась ли молодежь, школьники и так далее? На самом деле, да. У нас упор делался на парковую зону на юности. Там проведены несколько мероприятий. Высажена целая аллея имени 80-летия Краснодарского края. Высажена березовая аллейка, хвойные растения. Причем покупались они достаточно большими, уже более двух метров по высоте, со сформированной корневой системой. Недавно высадили мы еще 50 кленов там же. В принципе, по погоде у нас все получилось, с учетом того, что в парк обеспечен автоматической системой полива, которая работает в ночное время, включается. Все растения у нас прижились. Это то, что касается парка. Плюс еще аллейку мы высадили по направлению к морю. В целом около 250 деревьев и других растений. То есть это было высажено вот в рамках зеленой весны. А какие работы еще планируются, чтобы привлекать еще больше туристов и отдыхающих, именно связанные с парковой зоной поселения? Планируем к следующему гону развить следующую парковую зону. Ну, скажем, это такой некий проходной маршрут, который начнется от улиц Ленина через парк, через мостик по реке, и мы выходим на набережную. Здесь планируем использовать территории, которые расположены вдоль пансионата Фрегат, переработать их, они сейчас не задействованы, как парки, естественно. И всю набережную мы хотим придать в некий, ну, скажем, другой облик с размещением элементов благоустройства, беседок и других. Изменения будут по растениям, по освещению. То есть работа эта уже началась. Сейчас светильники, как вы видели в репортаже, уже у нас часть повесили, разместили, подключили. Там светло вроде бы хорошо. И эту работу мы будем продолжать вдоль набережной. У наших жителей и гостей еще осталось несколько вопросов. Они на разные темы, поэтому предлагаю сейчас посмотреть наш опрос. Возле Орленка, возле первого КПП, остановка в сторону Туапсе. Ни лавочки, ни навеса нету. Выйдешь вот с работы, стоишь на ногах, переминаешься, ждешь. Ни расписания автобусов нету. Вообще остановка ни о чем. Ну, желательно, чтобы вот поменьше киосков этих было, получше тротуары были. Как и везде, наверное, такие же проблемы, как во всех. Пляж. В чем у нас проблема? Ну, хочется, чтобы... Облагородили. А то люди говорят, а там лучше, в Ольгинке лучше. Да, да, да. В Архивке лучше. А мы патриоти, нам хочется, чтобы у нас был лучше. Я живу в мостовой 12А. Там стоят гаражи. Уже убрали. Из воды вытащили бетонные плиты, положили около нашего дома. Дорожка от моста к нам после дожжания мы не можем пройти. Кругом поймаешь вода. Нам бы так хотелось, чтобы нам сделали переход до магнита. Старикам не поверху, мы не можем, мы поднимаемся и стали. Значит, сделали бы здесь, вот здесь поближе, переход. Итак, как мы видим, есть определенные проблемы. Да, с чего бы хотелось начать? Давайте, наверное, с проблем, связанных с трассой. Это остановка и переход. Как это можете показать? Давайте я поясню. Во-первых, наши, скажем, полномочия, наша администрация не распространяется на федеральную трассу. Это объект федерального уровня. Замечания, которые были высказаны, мы обязательно вынесем на комиссию по БДД Туапсинского района. Ну и уже в зависимости от решения комиссии будут приняты какие-то решения. Вот, только так. А что касается перехода наземного, насколько это вообще рентабельно здесь, на такой загруженном, на загруженном участке дороги? Однозначно это приведет к пробкам в летний период. Именно поэтому и в Джубге, и у нас, вот, напротив, были построены переход в верхней части. Но это очень затратные мероприятия, насколько мне известно. Они сейчас запланированы в графике работ у нас Лермонтова, которая, как общеизвестно, там самая большая пробка в Туапсинском районе появляется. И один момент такой, что размещение переходов над федеральной трассой, они имеют нормативы. То есть нельзя их строить на определенном, ну, то есть, скажем, на одном километре их иметь три. То есть, ну, так чудес не бывает. Это очень дорогие вещи. Думаю, что сложно, сложно решить в летний период переход через федеральную трассу, вот как жители хотят. При наличии перехода через верхнего, надземного. Конечно. Что касается других вопросов, сказали о ларьках, сказали о дорожке к морю на мостовой и о пляже. Какие-то можете что-то прокомментировать? В прошлом году мы забетонировали два прохода к морю около километра бетона, в бетонных дорожках. То есть я считаю, что мы выполнили достаточно большие объемы работ. Облагородили подходы к морю и в Ольгинке, и в Михайловке. Там абсолютно новые пешеходные дорожки в Ольгинке. Прям очень хорошо смотрятся. Несколько раз мы туда выезжали, контролировали эти работы. Пляжная зона, как я уже говорил, новая плитка фактически на всю набережную. Там очень красиво на самом деле. Я считаю, что работы выполнено достаточно много, и мы будем стремиться дальше поддерживать такой темп. Я думаю, что все получится. Андрей Валерьевич, все гладко и хорошо, и идеально, к сожалению, все равно никогда не бывает. Но тем не менее, наше городское поселение довольно популярно среди туристов. Мы в этом убедились, когда вчера провели опрос, и у приезжих спрашивали, что им здесь нравится и как им здесь. Предлагаю посмотреть. Честно, самое клевое место вообще на земле здесь. Да, так что мы из Самары, и нам очень нравится, мы каждый год приезжаем именно сюда. С речки Волги есть такая. Так что вот сюда не один раз и только сюда. Все отлично, я считаю, все отлично. Нас все устраивает. Конечно, ну не местные, я говорю, опять-таки повторяю. Ну, все нормально. Самое главное, все больше оптимизма, радоваться жизни. Проблем нет, очень хорошо, нам все нравится. Пляж чистый, чище, чем сегодня любой другой пляж. Здесь хорошо очень будет. Мы приехали с Ургута, мы приехали к нашей бабушке вообще-то здесь. Да, мы ездим, нам уже сколько, 30 лет. Как бы все в одно место. Но нравится нам тут все равно. Никаких проблем. Администрация работает замечательно. Все. Хотелось бы, конечно, больше благоустройства, но, в принципе, есть подвижки. Поселок, скажем, становится красивее. Это очень радует. Ну что ж, Андрей Валерьевич, сезон только начинается, впереди еще теплые летние месяцы. Может быть, вы хотите что-то сказать или пожелать нашим зрителям и гостям нашего курорта? Ну, нашим жителям я хотел бы пожелать, наверное, терпения. А гостям все-таки не забывать, что они в гостях. И вести себя так же, как в гостях. Огромное вам спасибо за ответы на наши вопросы и за время, которое вы нам уделили. Уважаемые телезрители, мы желаем вам приятного отдыха. А всех туристов, конечно, с терпением ждем на Черноморском побережье. С вами был Игорь Хворостянов. Оставайтесь в актуальном разговоре. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»